На улице Дубравна из окна на девятом этаже выпал 4-летний ребенок. Известно, что малыш был в гостях вместе с матерью. В какой-то момент, когда взрослых не было рядом, он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ДРКБ. Сейчас ребенок находится в реанимации. Вот здесь вот дело было. Отсюда вот. Здесь не асфальт, здесь трава. Это, ну, как это, снег вот. Взрослые были тут, человек плакали, это, и ушли. Ножевое ранение в грудь получила 17-летняя девушка в квартире дома по улице Курска. Несмотря на травму, пострадавшая смогла выбежать на улицу и вызвать полицейских. Вскоре выяснилось, что на девушку напал ее же молодой человек. Смолота резана рана в грудной клепке. Стрис, без геи. Рукам обработать надо? В квартире, где и произошел конфликт, молодые люди были в гостях. Оба они приехали в Казань из Алексеевского района. Обстоятельства ссоры девушка объяснила очень путанно. Сначала она говорила, что в квартиру ее затащили едва ли не насильно, а затем призналась, что находилась там в компании знакомых, среди которых был и ее молодой человек. Похоже, что ссора между ними произошла после употребления спиртного. К счастью, ранение, которое получила девушка, оказалось несерьезным. Однако, судя по старым синякам и порезам, подобное выяснение отношения для этой пары норма. В ходе конфликта резаную рану руки получил и задержанный молодой человек. Не знаю, там поцарапался. Сама себя? Что случилось? Сама себя? Наверное, не знаю. Поцарапался где-то. Я не в курсе вообще. И получается, себе по руке, ну у него вот так вот сквозное, ну просто уж прошло, как поцарапало. И мне прямо вот так вот воткнулось. Вероятнее всего, заявлений в полицию на своего ухажера девушка писать не будет. До выяснения всех подробностей произошедшего полицейские не могут возбудить уголовное дело за нападение. Оперативникам предстоит опросить всех участников этой вечеринки. Пострадавшую девушку, а также ее парня доставили в больницу для оказания первой помощи. Ночью на улице Гвардейской под колеса автомобиля Лады Гранта попали сразу два пешехода. Наезд произошел в тот момент, когда люди пытались сесть в стоявшую обочину Хёнде. Водитель Гранта признался, что не сумел вовремя затормозить на обледенелой дороге. В итоге его машина, двигаясь Юзом, не только сбила двух человек, но и врезалась в заднюю часть иномарки. По предварительным данным, один из пострадавших получил перелом ноги, а второй — сотрясение мозга. Оба были доставлены в больницу. Еще один наезд на пешехода произошел на улице Лаврентьева. Мужчина перебегал дорогу в непредусмотренном для этого месте. Вину пострадавшего пешехода подтвердили и несколько очевидцев, которые оказались на месте ДТП. У меня не было шансов даже почти нажать на тормоз. Все произошло за считанные секунды, рассказал водитель, совершивший наезд. По его словам, несмотря на то, что скорость автомобиля была небольшой, шансов остановиться у него практически не было. Мужчина пьяный перебегал дорогу. В неположенном месте. Это он разбил, что ли? Да, все он разбил. Очевидцами происшествия стали несколько человек. Все они в один голос утверждали, что пешеход выбежал на дорогу неожиданно. Он просто выбежал на дорогу и все. И все так произошло. А говорят, что он еще и не трезвый был, да? Да, я тоже так предполагаю, что он был не трезвый, потому что запах в присутствии волк, воля был. А, пахло от него, да? Да. Они с главной заезжали, а он за ними. После них, видимо, не увидел автомобиль и резко начал бежать. А машина ехала оттуда, и его просто сразу зацепило. И тот был в мертвой зоне, и этот был в мертвой зоне. За машинами не видно было. А тот выбежал и не просто переходил, смотрел, а просто тупо побежал оттуда сюда. И все, вот и произошло. В результате наезда пешеход разбил головой и лобовое стекло. Приехавшая на место аварии бригады скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу. В Казани задержан очередной наркозбытчик. В хранении, изготовлении и перевозке подозревается 27-летний мужчина. Молодой человек, ранее судимый за грабеж, распространял наркотики на территории Кировского и авиастроительного районов. Как только полицейские установили личность сбытчика, к нему в квартиру нагрянули оперативники. Подозрение сотрудника вызвала коробка из-под телефона, которая была аккуратно заклеена скотчем. Внутри находились компактные электронные весы и несколько пакетов с порошкообразным веществом. Прозрачный полимерный пакет, застежка типа зипер. Все пакетики с порошком полицейские изъяли и передали на экспертизу. Исследования показали, что содержимое изъятого пакета был действительно синтетический наркотик. Общим весом около 80 грамм. По примерным оценкам этого количества хватило бы на 400 разовых доз потребления. Молодой человек, который был ранее судим за грабеж, задержан. В октябре сотрудники управления наркоконтроля МВД Татарстана получили информацию о 27-летнем жителе Казани, сбывавшем синтетические наркотики в Кировском и авиостроительном районах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы вы берегли себя и своих близких. Я желаю вам всего самого доброго, а эфир продолжит тема. Продолжение следует...